всем доброе утро добрый день добрый вечер кто когда меня смотрит а у нас утро на улице дождь у меня уже в 9 запись поэтому я жду сейчас клиентку и завтракаю тут уже половинку съела половинку просто уже больше не могу макс вчера готовил конвертики из лаваша новые рецепты сам находят в интернете потом они с папой покупают там едут продукты какие нужны и он вчера вообще сам мы поужинали но они были хрустящие а утром естественно они уже полежали они уже не хрустящие но все равно очень вкусно туда добавил значит творог зелень а сыр натертый и помидорка вот немножко подсолил их и вот так вот обжарил с двух сторон без масла на сухой сковороде да вот очень вкусно так что мамочка он накормил и я поужинала и позавтракала и пью такую чашечку кофе большая правда но на целый день это мне одарила танюшка на работе такую кружечку аппетитно вот оставайтесь с нами проведете с нами день макс только что проснулся сейчас тоже себе сам приготовить завтрак потому что у меня придет клиентка а сегодня у его партнерши настя день рождения и он ее будет сейчас поздравлять а может быть уже написал что-то вот а я в свою очередь настюшку поздравляю желаю ей крепкого здоровья чтобы она оставалась такой же красивой замечательной девочкой трудолюбивый вот радовала всех нас и верных ей друзей и всего 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 самого естественно доброго хорошего положительного вот так что вот такие дела от настюха привет так отработала я большую большую запись и сейчас включаю себе маленькую чашечку еще налью кофе на этом все на сегодня я уже даже успела пообедать потому что время уже обед и сейчас у меня еще одна запись дома и и я хотела включать машинку я хотела сегодня приготовить пирожки жареные нам бабушка передавала варенье много разного и я хочу сделать сладкие именно к чаю кофе данайте потому что не хочу я такие вот мясо там капусту там хотя у меня есть капуста и она пропадает кусочек но у меня опять же я не хочу с большим количеством теста водить возиться я все-таки нет максим вот как на намеренно так я наверное сделаю с абрикосом абрикосовым не как нам такое не жидкая густое как джем до повидло я сделаю такие вот сладкие пирожки может печеных не жареных максим мы просто печеные не едим вообще но в духовке которые как-то жареные заходят в общем я посмотрю я сделаю тесто я посмотрю сколько у меня получится количество я всегда делаю одинаково но иногда получается больше или иногда получается меньше но в среднем где-то 40 пирожков выходят вот если получится больше тесто то тогда я сделаю еще из капусты но что так не хочу лучше посмотрим кто-то будет писать а жареные вредно я даже знаю кто это будет писать но я и печеные не люблю и у меня на печеные изжога почему-то вот именно на печеные она жареные нет причем я всегда жарю на хорошем масле я его потом как некоторые там сливаю достатки и потом жарят снова на нем нет ни в коем случае тогда это изжога привет у меня всегда свежее масло поэтому ничего в этом страшного не будет сейчас чуть-чуть я даже разбавлю себе кофе обычным кипяточками всегда так делаю потому что кофе в зернах и хоть я делаю меньшую обжарки ставлю в машинке все равно я себе разбавляю так сейчас главное от работы у меня еще полчасика до прихода клиента так и вот так прикроюсь потому что у меня майка просвечивается вот так вот там и жарко ну как же не жарко тепло хожу в майке но клиент приходит одеваю просто хочу уже доносить этот костюм и в стирку закинуть вот такой домашний влог приятный уютный тем более за окном дождь сырость лякоть вот сидишь дома наместила и тесто сейчас я его поставлю где-то на части пусть она постоит чуток поднимется и и буду принципе лепить их ну что где-то час прошел час с лишним меня тесто поднялось такое она мне прям руки я помыла видите даже еще не дотерла руки я помыла все чистенькие к кольца сняла потому что неудобно и тянут какое прям как пух тесто обалденное сейчас немножечко смажу маслом подсолнечным и буду уже лепить пирожки я не дожидаюсь там три раза пока поднимется у меня все очень быстро на стакан молока у меня получается вот такое количество ну что жарила я жарится моментально пока одна партия жарится быстренько другую уже там закидываешь только успевай с двух сторон переворачивать такие вот они у меня получились красивенькие надеюсь что и вкусненькие сейчас они очень горячие макс первую пробу попробует сейчас снимет помыла я столешницу замочила сковородку остынет немножко масло и мне надо плиту помыть что-то у меня вот здесь видимо что-то проливалась я не знаю что это круче вот я хотела ему тарелочку достать тут пирожок пирожок ну-ка съешь меня дружок вот такие сладенькие сейчас он попробует себе зажаристый так и вот у меня банка была тут прям осталось вот знаете такое совсем жидкое а я клала туда прям абрикосинки бабушка вкусная сварила варенье она говорит возьмешь баночку я говорю да я бы баночку взяла но вот я его использовала на пирожки я надеюсь будут вкусные ну я в этом даже уверена не то что я надеюсь вот так масло я убираю смотрите у меня вот запечатанная бутылка была и я вот открыла это новая пачка вот сколько я использовала я два раза добавляла только поэтому все на таком свежем масле никогда не добавляю опять же таки повторюсь которые уже использована хорошо мне хватило муки я так боялась что мне не хватит не осталось там на донышке совсем так что я большая молодец пока смотрела кино фильм и жарила пирожки но быстро 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 очень у меня наверное минут двадцать я их уже все пожарила тесто подходит очень быстро кому нужен рецепт моих пирожков кому нужен рецепт моих пирожков напишите комментарий я вам пришлю хотя его уже неоднократно говорил у меня очень быстрый рецепт очень легкий очень простой незатратный и кстати у меня есть еще один хороший рецепт здесь я добавила молоко а еще я делаю ну кто как их называет кто пляжные пирожки кто крымские пирожки на картофельном отваре пирожки с картошкой с жареным луком и на картофельном отваре вот том что вы варите в этой водичке картошку и эту воду не сливаете а тоже стакан получается вот этого отвара картофельного мешается чуть-чуть остынет до комнатной температуры и все по порядку в общем кому нужен рецепт спрашивайте вот всем спасибо за просмотр такой домашний при домашний уютный влог на улице пасмурно опять же таки повторюсь туман у нас вот и у меня глаза уставшие потому что я сегодня много работал и натерла их в общем сейчас после пирожков открыла форточку проветриваю пойду в душ мыться потому что мне кажется я вся пахну этими пирожками вот спасибо всем за просмотр всех люблю всех целую всем пока пока